Инициативные группы граждан не бросают попыток защитить озеро Дикой утки. Так они запустили проект по приданию земли статуса природного парка. Основание то, что здесь гнездится колония чаек. Плюс есть пять видов краснортижных птиц. Обращение отправили в Министерство природопользования. Им пришел отказ. Указано, что также эти птицы помимо этого озера гнездятся в пойме реки Акипшиловска, Спасском, Рязанском, Пронском, Сараевском, Милославском, других районах области. Что, видимо, является основанием не сохранять эту территорию в городе Рязани от уничтожения. Стоит отметить, что в ответе от Министерства природопользования сказано, что условия для сохранения этих видов птиц здесь обеспечены. Сложно утверждать такое, говорят активисты, когда видишь, как приезжает очередной КАМАЗ с землей. Гражданские активисты направили два заявления на возбуждение уголовного дела. Первое по поводу незаконного предпринимательства. В частности, создание полигона промышленных отходов без лицензии. На складирование строительного мусора, говорит Игорь Кочетков, такая необходима. Активистам пришел ответ, что 7 марта был произведен забор проб грунта. И все пробы оказались четвертого класса опасности. То есть, вполне допустимого. Вот только для правоохранительных органов, говорят они, необходимо присутствие собственника или его законного представителя во время забора проб. Поэтому их решили взять повторно. Но тут всех ждал небольшой сюрприз. В конце апреля уже совместно со следователем производился забор проб грунта и строительного мусора уже в присутствии новоявленного собственника земли. Однако, что произошло? Ровно за несколько дней до забора этого грунта каким-то образом этот собственник узнал о предстоящей этой проверке выездной. И в срочном порядке сюда шли грузовики 20-тонники с землей, чтобы засыпать строительный мусор. Гражданские активисты посылали несколько запросов в Министерство природопользования, а ответы удивляют. Так, например, в одном документе сказано, что работы на озере не ведутся с 18 марта по 23 апреля. Однако наша телекомпания 22 числа выпустила сюжет о том, что от озера дик и утки прокопали траншею, по которой сливается вода в соседний водоем. Кстати, работы прекратили как раз для того, чтобы выяснить происхождение озера. Но спустя в некоторое время ЦГМС ответили, что такой возможностью не располагают. Попасть на озеро по-прежнему невозможно. Местный охранник говорит, что территория частная, а гражданин нет. Только одинокая табличка висит рядом с заправкой. Вон туда идите. А это с какой страдости? Сними. Убери. Убери, говорю. Вы что делаете? Тихо, тихо. Вы что делаете-то? Не снимай ничего, говорю. Нет, не трогайте камеру. Вы зачем? Отойдите. Нет, мы здесь будем снимать сейчас. Ничего вы не будете снимать? Будем снимать. Я сказал нет. Ну, вы сказали. Вы кто такой вообще? Я вот вам представился. Будем поймать. Попасть на территорию получилось только вместе с помощником депутата Дмитрием Иваничкиным. Правда, охранник все равно отказался назвать свою организацию или имя человека, кому теперь принадлежит территория. Да вы раньше охраняли, когда вон там все стекало сюда. А сейчас охранять пришли. Да есть, как же, нечего тут. Вы рыбу там поплавили? Да вы посмотрите. Понюхайте, какая она. Вы посмотрите. Она не поплавает. Так вот, чайки очищают как раз. Чайки? Они санитары. Вот, посмотрите, вон там дохнут они все. Нет. Дохлые валяются. А может, а за мусор и дохнут? Нет. Из-за канализации, из-за того ручья, в котором был таблица Минтилеева. А есть какие-то исследования, что это ручей опасен? У нас есть. Ну, а можете предоставить? Нет. Работа по защите озера Дикой Утки ведется сразу в нескольких направлениях. К проблеме пытаются привлечь общественность. Тогда, может, дело и сдвинется с мертвой точки, когда на все запросы отвечают отказом. Хотя озеро расположено на территории Р-6, то есть строительство здесь запрещено. Законодательством Российской Федерации предусмотрено приобретать это в личное имущество. Но, по крайней мере, с большой оговоркой, что здесь нельзя ни в коем случае строить ничего. Министерство природопользования даст комментарии о сложившейся ситуации только к концу мая. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.